Девушки отдыхают Только главные новости Черноморского флота и Севастополя в информационной программе «Отражение». В студии Александр Грохольский. Здравствуйте! Военные моряки отметили свой главный праздник – День военно-морского флота России. В Севастополе на Павловском мысе установили поклонный крест в память о подвиге моряков-белорусов в период первой обороны города. Футболисты Санкт-Петербурга и Севастополя провели товарищеский матч. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. В последнее воскресенье июля российские военные моряки отметили свой профессиональный праздник. Во флотских столицах Североморске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владивостоке, Петропавловске, Камчатском, а также на Каспии прошли парады боевых кораблей. В этом году центром проведения этого всенародно любимого праздника стал Севастополь – главная база Черноморского флота России. В городе Герои, где проходили торжества, побывали президенты России и Украины. В рамках двухдневного визита на Украину Владимир Путин принял участие в торжествах, посвященных 1025-летию крещения Руси. А в Севастополе, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, президент в сопровождении своего украинского коллеги посетил Свято-Владимирский кафедральный собор. С раннего утра в Херсонец потянулись тысячи православных. Древний город называют колыбелью христианства, а Свято-Владимирский кафедральный собор увековечил место крещения князя Владимира. Уважаемый Владимир Владимирович, мы помним тот радостный день, когда ровно 12 лет назад в Херсонесе вы принимали участие в освящении главного креста этого собора. Тогда вы назвали это событием, символом начала времени, возрождения и создания для наших народов. Дай Бог, чтобы вера православная и дальше хранила единство Святой Руси. И чтобы всеми продолжали согревать в наших сердцах любовь к Богу и к нашим Богоспасаемому Отечеству. По преданию, после взятия Херсонеса Владимир потребовал от Византии отдать ему в жены сестру императора Анну. Именно она настояла на крещении князя. По одной из версий, Владимир принял православие здесь, на земле завоеванной им Корсуни. Здесь крестил свою дружину. Отсюда в 988 году началось крещение Руси. Владимир Путин и Виктор Янукович приняли участие в торжественном молебне в честь освящения колокола. Президенты вместе посетили Свято-Владимирский собор, ознакомились с его историей. Владимир Путин и Виктор Янукович передали в дар храму иконы. Уже покидая собор, президент России с удовольствием пообщался с соотечественником. В России. Что ты? В земле идешь домой? Да, у меня папа, у меня еще руки были на детской академии. Как его зовут? Сергей. А тебя? У меня Сергей Михайлович, а у меня Демьян. Демьян? Да. С Сергеем? А ты как сюда помогаешь? А мы с мамой сюда каждое лето приезжаем. А в церковь чего делаешь? А я только на маму. Счастливый. 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 Посещение главного мемориала Севастополя, памятника его защитникам 1941-1942 годов. Традиционный эпизод программы визитов в город-герой почетных гостей. Однако политики, представители высшего духовенства, президенты и члены королевских фамилий забывают про официоз протоколов, когда идут к вечному огню, чтобы отдать дань памяти и уважения павшим героям, принесшим Севастополю мировую славу. Быть в Севастополе и не поклониться герою первой обороны, выдающемуся флотоводцу Павлу Степановичу Нахимову, невозможно. Алые розы легли к основанию памятника великому адмиралу. Россия и Украина в прошлом году вернулись к традиции вместе отмечать праздник военных моряков в Севастополе после длительного перерыва. Здравствуйте, товарищи противолодыщики! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днём военно-морского флота! Ура! 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 В последний раз два президента Владимир Путин и Леонид Кучма принимали участие в совместном морском параде в Севастополе в 2001 году. Главы государств приняли рапорты командующих Черноморским флотом России военно-морских сил Украины о готовности кораблей к параду. Затем президенты в сопровождении министров обороны на катере, на котором были подняты два президентских штандарта, отплыли в акваторию бухты для осмотра боевых кораблей. День ВМФ Севастополя, который является главной базой российского Черноморского флота, начиная с 1939 года, то есть с того момента, когда праздник был учрежден, всегда был остается самым массовым масштабным событием года на территории Крыма. Чтобы увидеть морской парад на берегах Севастопольской бухты и в центре города, собираются тысячи зрителей. Некоторые занимают места с хорошим обзором задолго до рассвета, около четырех часов утра. В этом году в парадном строю вдоль Севастопольской бухты выстроились 14 российских и столько же украинских кораблей, в том числе большой противолодочный корабль «Керч» и сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота. Обращаясь к морякам, Владимир Путин еще раз напомнил, что прошлое наших стран, общая история и, конечно, военная история навсегда объединили наши народы и впредь будут роднить их. Уважаемый Виктор Федорович, товарищи матросы и старшины, офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота России и Днем Флота Украины. Сегодня в военном параде все вы проходите в общем строю, знаменуя крепость и преданность устоям наших предков. Которые веками жили вместе, трудились и защищали общее Отечество, сделали его могучим, великим и непобедимым. У нас общие корни – культура и религия. Такая общность особенно ощущается в эти дни, когда наши страны отмечают праздник 1025-летия Крещения Святой Руси. Наши кровные и духовные узы неразрывны. В День Военно-Морского флота России именно ракетному кораблю на воздушной подушке «Бара» оказана честь открывать парад, посвященный празднику. Корабль данного типа является первым в практике мирового и отечественного судостроения катамараном на воздушной подушке. Его корпус выполнен из специальных алюминиевых сплавов. Облегченная конструкция позволяет легко развить скорость свыше 50 узлов, что соответствует 93 км в час. Он был разработан отечественными конструкторами ЦКБ «Алмаз» в Ленинграде. Корабль способен выходить в море при волнении 8 баллов и выполнять стрельбы высокоточным ракетным комплексом при сильном шторме по надводным и воздушным целям. В праздновании участвовала украинская подводная лодка «Запорожье». Ремонт субмарины на судоремонтном заводе российского черноморского флота длился 11 лет и был завершен недавно. Особими отношениями мы связаны с российским черноморским флотом. Сегодня военные корабли Украины и России борт-оборт несут вахту у крымских берегов. Это демонстрирует глубокий смысл наших братских отношений с Российской Федерацией. Мы ценим и дорожим нашей дружбой с Россией. Украина и Россия были и остаются стратегическими партнерами. Здесь, в Севастополе, это особо ощутимо. Уважаемые друзья, мы развиваем партнерские отношения, проводим совместные учения, обмениваемся опытом, вместе отмечаем праздники и вместе чтим героическое прошлое. И уверен, что у нашего стратегического сотрудничества большое и успешное будущее. Катера символизирует исторические периоды флота. В связи с празднованием 1025-летия Крещения Руси, в театрализованную часть водно-спортивного праздника впервые включен эпизод с участием актера в образе киевского князя Владимира и его дружины. На понтоне встречают российскую самодержецу Екатерину II при царствовании императрицы в результате русско-турецких войн. Россия окончательно закрепилась на Черном море. На других катерах – выдающиеся деятели государства российского. Сегодня мы отмечаем эти знаменательные праздники вместе. И символично, что центром торжеств стал Севастополь. Именно здесь, в Ахтиарской бухте, 230 лет назад была заложена база для кораблей Черноморской эскадры. Севастополь вырос в большой и прекрасный город. Легендарный город-герой. Город нашей общей, немеркнущей ратной славы. Где закалялось боевое братство наших народов, слагались страницы их общей истории, в которой особую роль всегда играл флот. Мы по праву гордимся Черноморской флотилией. Ее моряки доблестно сражались в русско-турецкой и крымской войнах. Участвовали в героических походах Федора Ушакова. Самоотверженно противостояли нацистам в годы Великой Отечественной войны. Отвага, честь, верность воинскому долгу и боевым традициям неизменно присущи морякам. И передаются из поколения в поколение. Традиционно поздравить моряков с праздником в Севастополь прибыл владыка Марий Нептун в окружении свиты. Его приветствуют 33 богатыря. Это не сказочные герои Пушкина, а современные покорители морских глубин. Это старейший эпизод шоу. Этой традиции более 70 лет она родилась вместе с праздником. Главное событие этого дня – его самая яркая кульминация, бесспорно, парад боевых кораблей. Этот ритуал всенародного смотра оборонной мощи страны зародился еще при Петре Великом. В 1699 году он показал созданную Ямазовскую флотилию турецкому султану, дав понять своему соседу и прочим, что Россия имеет на юге достойную защиту и никому не следует забывать об этом. Город-герой Севастополь во все века славился как город боевой морской славы. И в наши дни основные силы флота формируются именно здесь. А служба на флоте – это страницы жизни многих севастопольцев. Здесь крепится морское братство Украины и России. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить надежное будущее всем труженикам моря. А украинские и российские флаги на наших кораблях будут символом дружбы, надежности и процветания. Самая масштабная часть праздника – выход главных сил флота. Минную разведку проводит корабельная тральная группа. В ее составе морские тральщики. Они должны обнаружить поставленные условным противникам мины и обезвредить их, расчистить выход кораблям из базы. В центре бухты начинают разворачиваться противолодочные силы флота. Они должны обеспечить поиск и обнаружение подводных лодок условного противника. По замыслу сегодняшнего представления, силы флота должны уничтожить корабельную ударную группу неприятеля с применением ракетного и артиллерийского оружия. Осуществить высадку морской пехоты на необорудованное побережье. Из года в год большой интерес зрителей на праздники вызывает десантная операция. Высадка бронетранспортеров на плав из твиндеков большого десантного корабля «Новочеркасск». Под бурные аплодисменты зрителей прикрывают друг друга огнем. Черные береты блестяще выполнили задачу по захвату побережья. Российские и украинские десантно-разведывательные группы эффектно продемонстрировали приемы рукопашного боя. Поздравляя моряков, президент Украины Виктор Янукович заявил, что наши страны имеют большой потенциал для совместного участия в проектах по развитию своих военно-морских сил. Модернизация армии и флота, строительство новых кораблей и освоение новых видов вооружений. Эти задачи решают сейчас обе наши страны. Убежден, здесь есть огромный потенциал для развития сотрудничества. Задачи развития флота связаны с потребностями модернизации, перевооружения его корабельного состава. Руководство Украины сделает все возможное, чтобы соответствующие программы были выполнены. Владимир Путин поздравил моряков, которые отмечают свой профессиональный праздник вдали от родных берегов. Флагман Черноморского флота, гвардейский ракетный крейсер «Москва» и большой морской танкер «Иван Бубнов» сейчас находятся в Дальней океанской зоне и держат курс к берегам Кубы. После посещения Лиссабона, выйдя в Атлантический океан, в составе межфлотского отряда боевых кораблей вместе с силами Северного флота черноморцы успешно выполнили ракетные стрельбы. Поздравляю с праздником всех военных моряков и тех, кто сейчас стоит в парадном строю, и тех, кто на рейде в походах, и, конечно же, наших дорогих ветеранов. Поздравляю всех севастопольцев, жителей города, который в своей истории стал святым, нерушимым звеном братства наших народов. Здоровья вам, благополучия и удачи. Слава морякам России и Украины. Восклицательный знак водно-спортивного праздника. В бухте показались пожарные катера и спасательный буксир. Гигантские фонтаны на воде забыть невозможно. Днем и вечером на главной площади города, которая носит имя прославленного русского флотоводца Павла Степановича Нахимова, со сцены звучали самые известные шлягеры и песни разных лет в исполнении звезд эстрады, которые специально приехали в Севастополь. Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером назовут фонарей. День ВМФ можно по праву назвать праздником всенародным. Миллионы россиян прошли службу на боевых кораблях, морской авиации, морской пехоте, береговых ракетных частях. Салют и фейерверк над Севастопольской бухтой стал ярким завершением главного праздника флотской столицы. Праздничные торжества, посвященные Дню ВМФ России, прошли в Новороссийске. Командир Новороссийской военно-морской базы капитан первого ранга Сергей Пинчук и глава администрации города Героя Новороссийск Владимир Синеговский с борта противодиверсионного катера «Грачонок» поздравили личный состав кораблей, стоящих в Цемесской бухте. Затем, по традиции, венки и цветы легли к памятнику отцам-основателям. В продолжение праздника перед гостями прошли корабли береговой охраны и военно-морской базы. Спецназовцы провели показательную операцию по освобождению экипажа торгового судна от террористов, а бойцы морской пехоты осуществили захват, занятого условным противником побережья. Всего в односпортивном празднике было задействовано более 30 боевых кораблей и судов вспомогательного флота. Экипаж гвардейского ракетного крейсера «Москва» отметил главный праздник российских моряков «День военно-морского флота» вдали от родных берегов. Черноморцы в составе отряда боевых кораблей решают задачи дальнего похода в Атлантическом океане. Подъем андрейского флага и флагов рассвечивания, общее построение экипажа корабля – традиционный ритуал праздничного дня. Звучат слова поздравления и пожелания успеха в службе. Лучшим военнослужащим вручили грамоты, ценные подарки, объявили благодарности, присвоили очередные воинские звания. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» вдали от своей родины, от пункта базирования города Героя Севастополь встречает «День военно-морского флота» праздник профессиональных моряков в Атлантическом океане. Крейсером уже пройдено более 5,5 тысяч миль в океанской зоне. Вечером экипаж крейсера ждал еще один сюрприз. В столовой команды состоялся праздничный концерт. 29 июля в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня военно-морского флота России, на Павловском мысе был установлен и освящен поклонный крест в память о подвиге моряков-белорусов в период первой обороны Севастополя. На митинге присутствовали представители трех славянских государств – России, Белоруссии и Украины. Подробнее об этом расскажет наш специальный корреспондент. Мне очень приятно сегодня в этот день приветствовать вас на гостеприимной севастопольской земле. Земле уникальной, земле героической. И особо приятно вас видеть в дни, когда наши братские государства – Россия, Украина, Белоруссия – празднуют 1025-летие крещения Святой Киевской Руси. Шестиметровый крест был доставлен из Белоруссии по инициативе витебских и минских ветеранов представителей международного проекта «Морское братство Нерушима». Его изготовили из корабельной сосны с вкраплениями дуба. Мастера украсили свое изделие строгой металлической ковкой. На перекладине в центре цифры 349. Столько дней и ночей длилась первая оборона Севастополя 1854-1855 годов. Перед отправкой в город-герой 320-килограммовый крест был освящен в городе Витебск. Витебщина – это родина выдающихся моряков Александра Ивановича Казарского, памятник, которому поставлен в центре Севастополя, и родина 52-го командующего Черноморским флотом. Именно поэтому это счастливое стечение обстоятельств. Очень много моряков с Белоруссии, 74 адмирала, много погибших, защищая Севастополь. Эта история очень тронула всю Белоруссию и всех ветеранов флота. История восьми полков, которые пришли на выручку спешившимися Черноморскому флоту во время Крымской войны. В Нахимовском районе все улицы в честь белорусских полков есть Витебская, Минская, Могилевская, Полоцкая. Это уникально. Мы счастливы, что севастопольцы помнят тот подвиг наших предков, который был совершен во имя нашего общего отечества. Поклонный крест, как говорили все, с Божьей помощью был установлен. На торжествах присутствовали представители командования Черноморского флота Российской Федерации, военно-морских сил, вооруженных сил Украины, городских властей, духовенства, российских и белорусских общественных организаций. Над Павловским мысом развивались влаги трех государств. В дружественной обстановке выступающие подчеркивали важность единения России, Белоруссии и Украины. Здесь же были представлены произведения студии военных художников имени Грекова на патриотическую и духовную тематику. Картины были доставлены в Севастополь ко дню военно-морского флота при поддержке известного российского мецената Ильи Губина. Художники студии передали в дар свои картины командующим флотами России и Украины, городским властям Севастополя, а также различным храмам трех государств. За последние два года представители этой студии приняли участие в восстановлении Свято-Никольского храма и Владимирского собора-усыпальницы русских адмиралов. Сейчас они привезли на обсуждение проект памятника сестрам Милосердия Крестово-Звиженской общины. Местные органы власти должны понять, увидеть и решить, нужно им это или нет. Навязывать свое искусство студии Грекова не будет. Когда произойдет обсуждение и примут решение, что это необходимо, в течение 12 месяцев эту скульптурную композицию студия Грекова изготовит и доставит в город Герой Севастополь. После торжественного митинга состоялось освящение поклонного креста. Теперь всем кораблям и судам, проходящим по Севастопольской бухте, будет виден этот памятник мужеству и самопожертвования ради своего Отечества. Знак-символ нерушимости и единения трех великих слоянских народов. В преддверии дня военно-морского флота в нашем городе прошел товарищеский матч по футболу между сборными Санкт-Петербурга и Севастополя. В состав команд вошли чиновники из города на Неве, офицеры Черноморского флота России и военно-морских сил Украины, представители городского совета и государственной администрации Севастополя. На футбольном поле команды встретились впервые. И пусть это был дружеский матч, каждый хотел победить. Поэтому играли с настоящим спортивным азартом. Много опасных моментов, стремительных атак и, как результат, большое количество голов. Болельщики с возрастающим интересом следили за ходом футбольных баталий. Уже к концу первого тайма сборная правительства Санкт-Петербурга вела со счетом 3-0. Успех спортсменов из северной столицы России был очевиден. Команда существует уже несколько лет и не в первый раз участвует в подобных матчах. Мы с этой командой играем в различных турнирах в городе. Ездим по городам и весям. То есть были в Архангельской области, по приглашению губернатора играли. Сейчас вот по приглашению команды Черноморского флота прибыли сюда, чтобы сыграть товарищеский матч в преддверии дня военно-морского флота. Моряки двух флотов, хотя и не новички в футбольных состязаниях, не могли похвастаться большой игровой практикой. Наша команда, естественно, впервые собралась в таком составе. Также не знаем свои силы, возможности. От Черноморского флота сегодня участвует 8 игроков. Это наиболее многочисленный состав. От военно-морских сил 4 игрока. Ну и по 5 человек играет от администрации и от горсовета. Фортуна повернулась лицом к севастопольским футболистам только во втором тайме. Оба своих мяча они забили со стандарта. Сначала удачно разыграли штрафной вблизи ворот соперника, а затем капитан севастопольской команды реализовал пенальти. Итоговый счет 3-2 в пользу сборной правительства Санкт-Петербурга. Игроки Севастополя пообещали, к следующей встрече они теперь будут готовиться заранее. Наберут игровую форму, потренируются и обязательно возьмут реванш. На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова